Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели Финам ФМ! В эфире Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем с вами важную тему для любого жителя планеты Земля. Тема эта называется «Валютный рынок». Валютный рынок мы поговорим о том, что же происходит с этими непонятными валютными курсами. Торговые идеи и прогнозы традиционно сегодня озвучат мои гости. А в гостях сегодня у меня профессионалы этого дела. Ну, прогнозирование преимущественно. Это Станислав Савинов, аналитик курса «Капитал». Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. Это Николай Корженевский, глава аналитического подразделения «Эй Форекс». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Ну, традиционно, как настроение, не связанное пока что с валютным рынком? Скучновато. Скучновато, да? Конечно. Кстати, я сегодня разговаривал с коллегами, которые бумагой торгуют. Они просто ходят подавленные. Все лето подавленные. Им скучно. Ну, не все лето, но сегодня у ваших коллег хотя бы какой-то интересный день был. Более или менее. У наших коллег совсем было все скучно в очередной раз. Ужас какой. Ну, ладно, сейчас мы об этом поговорим. Собственно, я хотел бы напомнить нашим уважаемым слушателям, что у вас есть возможность позвонить и задать вопросы в прямом эфире. Телефон в студии 6510-99,6. Либо свой вопрос опубликовать на сайте. Наш сайт финам.фм. Ну, и традиционно, давайте нарисуем картину маслом. 18,07 в Москве. Что происходит на финансовых рынках. Итак, американцы открылись. Индекс Dow Jones торгуется чуть выше нулевой отметки. 0,1 текущая котировка в плюсе. S&P 500 примерно так же себя чувствует. РТС ММВБ сегодня теряют. Все отвоеванное вчера и позавчера. И в минусе более чем на 1%. РТС минус 1,2%. ММВБ чуть больше 1% в минусе. Нефть марки Brent сегодня тоже несколько подросла. 112,43 текущая котировка за баррель. Золото. Золото сегодня в другую сторону. Я зависел, Коля, если, да, Стас, может, вчера была такая возможность. Накануне эфира вчера резкий пролив золота упало на споте. Буквально там ниже 1,6. А сегодня накануне эфира вернулось на прежние рубежи. Я все время думаю, нет ли прямой связи здесь взаимодействия. Ну так вот, текущая котировка. 1605 долларов за тройскую унцию. Ну и, поскольку мы сегодня говорим преимущественно о событиях на валютном рынке, я позволю себе более развернутую картину, что происходит на Форекс. В частности, да, основной индикатор рынка евро-доллар. Сегодня ниже 1,23, уже 1,2280 текущая котировка. Фунт также показывает, ну, преимущественно нейтральную, да, если внутри дня. Но все-таки с таким, с негативом 1,5680. Ну, о евро-франке говорить неприлично в прямом эфире. Доллар-иена 78,80. Была попытка выбраться выше 79. Она пока неудачная. Вот, ну и что тут у меня еще есть? Ну и евро-иена тоже, в принципе, смотрит вниз сейчас вслед за евро-долларом. Ну что ж, вот такая картина маслом. Теперь давайте начнем нашу беседу. Итак, уважаемые мои гости. Валютный рынок. Торговые идеи и прогнозы. Давайте поговорим прежде всего о том, какие события сейчас привалили. То есть, на что реагирует, собственно, валютный рынок. Так, еще раз я вернусь вот к этому разговору с коллегами, да, с рынка фондового. Им скучно, потому что событий практически никаких, которые смогли бы заставить эти непонятные цены на акции двигаться. А здесь-то мы видим все-таки, да, Станислав? На что он реагирует? Пока реагирует на поток макроэкономических новостей, которые так или иначе влияют на ожидания инвесторов в отношении того, в центробанке ведущие пойдут ли на дальнейшее ослабление монетарной политики или нет. Ведущие-то какие? То есть, все мы берем сейчас? Мы берем, в первую очередь, ФРС и Европейский центральный банк. Хотя, да, Николай. Слава богу, что они хотя бы не реагируют на Европу, так как они это делали месяц назад. Потому что, если бы мы с вами встречались в июле, то мы бы обсуждали только одну тему, на самом деле. Это не европейский кризис, да, ты имеешь в виду? Да, вспомнили слова макростатистика, мировые центральные банки, какие-то хотя бы новые темы появляются. Так много других красивых слов, кроме кризиса в еврозоне. Продолжайте. Да, действительно, это просто их Марио Драги зачаровал. Все живут ожиданиями того, когда же все-таки ЕЦБ и Европейский фонд финансовой стабильности приступят к скупке широкомасштабной инвлекции. И вот, собственно, это мантра Марио Драги о том, что он спасет евро любой ценой. Она позволяет финансовым рынкам сохранить поразительную устойчивость, которая доходит уже до непомерных масштабов. До неприличия, я бы сказал. Да, до неприличия. Это более точная формулировка. Тут можно сказать и про индекс страха ВИКС, который пробил там многолетние минимумы. И проще другие индикаторы, которые уже заплазли на такие территории, которые уже со здравым смыслом не ассоциируются. Валютный ВИКС, на который, кстати, мало смотрят, но очень интересный индекс, он вообще на минимумах за, если я не сгибаюсь, лет 6 или 7. Ну, то есть вплоть до кризисных уровней добирался на днях. Это тоже некие уже абсурдные, наверное, уровни. То есть, другими словами, ситуация в макроэкономике, в мире, ситуация не позволяет рассчитывать на то, что сейчас мы видим в валютных котировках. Все как-то должно иначе складываться, да, Николай? Ну, не думаю, что сильно иначе. Скорее, поведение рынка должно быть несколько другим. А вот оцененность отдельных валют, она, в принципе, достаточно адекватная. И нужно просто разделять некие факторы, такие как волатильность, которые напрямую связаны с ликвидностью. Такие как оценка активов, там, валют тех же. Это все-таки две немножко разные истории. Согласен. Ну, давайте начнем с конкретного примера. Вот пресловутая история с евро-долларом, да. Понятно, что две идеи. С одной стороны, кризис, о которой вы только что упомянули. С другой стороны, ожидание третьего этапа количественных течений, да. Кто перетянет, да, кто будет сильнее в этом. Вот что сейчас, да. Текущая котировка 1,20, ну, округлим, 1,23. Ниже 20 не пробились, хотя говорили о 18, там, кто-то о 15, кто-то о паритете. Ну, бог с ними, собственно, фантазеров-то много. И вот сейчас сколько уже, да, недели две-три, мы ходим в узком диапазоне. С чем связано? С чем связано? С тем же самыми ожиданиями. Просто тот вопрос заключается в том, кто первый начнет. Вот. Либо ЕЦБ, либо ФРС. То есть именно так вопрос. Я думаю, что да. Потому что евро пока не продают. Потому что не исключено, что именно в Джексон Холле первой Бен Бернанке обозначат то, что ФРС готова запустить третий раунд количества смягчений. И поэтому в этом отношении евро будет по отношению к доллару укрепляться. Ну, да. Ну, то есть доллар будет падать. Не падать, по крайней мере. Вот. То есть именно это. Я понял. О Джексон Холле мы говорим, я так понимаю, это вот традиционные ежегодные выступления. Конференция Центробанкиров, главная конференция Центробанкиров, куда свяжаются абсолютно все. 30-31 число. 30-31 и куча года. Коль, скажи, пожалуйста, насколько... Ну, давайте так. Насколько очевидно то, что Бернанке намекнет на третий этап? Мне кажется, это совершенно не очевидно. Не очевидно. Совершенно не очевидно. В прошлом году, кстати, была очень похожая ситуация, когда тоже ожидали каких-то заявлений, идей новых монетарных от Бена Бернанке. Их тогда не прозвучало. Сейчас у Бена Бернанке появился один очень весомый повод поговорить про количественное смягчение. Но он всего один. Это то, что ставки на ипотечном рынке сильно разошлись со ставками на обычном уголовном рынке. Я прошу прощения, именно их ты просматривал до эфира? Абсолютно верно, да. Это ипотечный рынок, штатовский, я так понимаю. Да, да, да. Я улетал на некоторое время из страны, и я хотел убедиться, что ситуация сильно не изменилась. Ситуация не изменилась. Разрыв между ипотечными ставками и обычными государственными облигациями, порядка 100 базисных пунктов, чуть меньше 1%. Это кризисные уровни, на самом деле, риски кризисным, да, к 2008 году. И это повод для Бена Бернанке что-то начать делать на рынке ипотечном. А вот в остальном, если честно, я не знаю, согласится ли коллега, но поводов ждать каких-то новостей про количественное смягчение, честно говоря, просто не вижу. Олег, вы согласитесь? Я разделяю точку зрения Николая, я думаю, что это просто так, убеждение для, просто это идет воздействие на убеждение инвесторов, что вот-вот-вот, скоро-скоро-скоро, для того, чтобы финансовые рынки не обрушились. Вот, и каждый раз кормят завтраками. Вот, и каждый раз они реагируют на теленые макроэкономические события, которые возникают, и просто переоценивают шансы, будет ли не будет. Будет, не будет. Вот, а так в целом картина не меняется, по сути своей, я думаю, что Бен Бернанке пока не пойдет на это. Больше это напоминает гадание на некой гуще, да, и на прочих инструментах. Не, ну первый раз, когда запускали количественное смягчение, был понятный повод. Безусловно. Разрыв в ставках, дислокация на рынках, прочее, прочее, прочее. Когда запускали второе количественное смягчение, ну, вроде бы был повод. Третье количественное смягчение, ну, это уже совершенно странная вещь, потому что непонятно, как она будет работать. Бен Бернанке фокусируется на рынке труда, как известно. Все, что он говорит, в основном касается занятости в Соединенных Штатах. На инфляцию он смотрит меньше, а динамику ВВП он вообще не очень в последнее время жалует. Он говорит о том, что это какой-то сомнительный ряд данных. Ну, и, собственно... Ну, как, кстати, показывает, да, календарь статистики. Действительно, он очень часто сомнительный, потому что его любят пересматривать. Ну, так или иначе, да. Бен Бернанке был склонен полагать, что общая макроэкономическая картинка, да, там, несколько искажена с опокупностью данных. Как можно количественным смягчением улучшить ситуацию на рынке труда? Ну, я просто не понимаю этого. Не знаю, ни в одной книжке я так этого и не прочел. Ну, вообще, бытует мнение, да, что вот эта вот история с количественными смягчениями, она какая-то не очень входит в разрез классической экономики. Однажды ее, ну, придумали ее, понятно, да, ты совершенно верно сказал, по какой причине, а потом как-то она вот... Сомнительное ее воздействие на то, чтобы запустить маховик экономического роста. Это идет эксперимент в реальном времени, сейчас, на данный момент. На нас проводят эксперимент. Да, потом уже узнаем, что же даст-то нам всем. Чем этот эксперимент закончится. Наши потомки, во крайней мере, будут об этом знать. Экспериментировать, знаете, да, лучше на ком. Это вот... Это точно. Да. Ну, видимо, нас вот за них и держат. Хорошо, я еще один вопрос с точки зрения ожидания обещаний, да, господина Бернанке. Близость выборов в Штатах, она каким-то образом может оказать влияние вот на эту историю? Я думаю, что непосредственно оказывают, потому что от того, кто будет избран следующим президентом, будет зависеть уже состав, там, законодательных органов, их борьба за то, как дальше они представляют собой, как они будут решать дилемму сокращения налогов и недопущения резкого обвала расходов. И, соответственно, там уже как раз-таки количество махчения, возможно, уже понадобится уже по первой причине. То есть уже после выборов, да? Да, уже после выборов. Поэтому не гоже таким серьезным борчагом сейчас просто так. Станислав, спасибо, очень интересно. Продолжим после новостей. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о валютном рынке. Сегодня в гостях, напомню, Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал, и Николай Корженевский, глава аналитического подразделения и Форекс. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну что ж, и слушателям, наверное, тоже есть смысл напомнить. Телефон в студию 6510-99-6. Звоните и задавайте вопросы моим гостям, либо вопрос свой опубликуйте на сайте, сайт финам.фм. Вопросы, я думаю, должны быть, их должно быть много, потому что тема очень живая. Итак, мы продолжаем. Все, насколько я понял, все сейчас, в частности, прежде всего, на валютном рынке, завязано на перетягивании, условно говоря, каната. Кто же первый начнет программу, продолжит программу, следующий этап программы количественных смягчений, будет ли это Федрезерв, о нем мы поговорили. И, ну, в частности, вот Николай озвучил, да, на взгляд Николая, я так, если я правильно понял, да, не очень, не очень убедителен это начало третьего этапа, да, я правильно? По крайней мере, косрочно это не очень убедительно, потому что, ну, до конца года ситуация как раз может проясниться в этом отношении, а вот до выборов, которые вы упрямли, собственно, как главный фактор, ну, скорее, намного больше факторов против каких-то агрессивных действий, нежели за. Поэтому от Бернанки мы можем ждать, ну, традиционно, да, разговоров ни о чем. С одной стороны, а, не дать сигнала, да, о том, что действительно КУЕ будет запущено, и, б, не огорчить рынки настолько, чтобы они не начали резкий обвал, как это, к сожалению, очень часто бывает, да? Совершенно верно. Покупаем на слухах, продаваем на фактах. Станислав, а следующая, да, другая сторона медали, это ЕЦБ. Вот насколько ожидаемо от Банка Европы, от Европейского центрального банка, вот, эта политика, да, эта финансовая политика? Ну, Марио Драги сказал о том, что широкомасштабный план у него практически готов. Все зависит уже от действий политиков, насколько они будут свои действия согласовываться, насколько они будут приближать все то, что они в конце июля озвучили. Вот, так, по сути, в своей оппозиции только находится Бундесбанк, который не сможет в Совете управляющих навязать свою волю всем остальным участникам. Те же самые банки, представляющие Центральный банк Нидерландов в Финляндии, они, в принципе, были согласны со словами Марио Драги. Ну, то есть, все готовы к началу? Все готовы, да. Все готовы, да? Скажем, ну, просто все зависит от политиков. Если, опять же, вот, вчера выступал Оли Рен, представитель Еврокомиссии, он сказал, что все будет готово теперь уже к концу года. Вот, это заставляет задуматься. Мне посчастливилось присутствовать на заседании ЕЦБ в начале июля. Марио Драги тогда очень нерешительно выглядел и говорил о том, что ЕЦБ, на самом деле, сделал все, что мог. Это то заседание, напомню, когда снизили ставки в последний раз и депозитную опустили до нуля. После этого буквально было сделано через неделю вот то заявление, которое тоже мы сегодня вспоминали. Это лондонское выступление Марио Драги перед инвесторами, где он сказал, что я сделаю все, что могу для спасения евро, и, поверьте мне, этого будет достаточно. После чего, собственно, да, настроение переменилось. Потом Марио Драги опять ничего не сделал. И, на самом деле, видимо, конструкция уже действительно очевидна, да, чтобы он что-то сделал, нужны качественные рывки от политиков. А Марио Драги, по всей видимости, дальше, скорее всего, я думаю, не будет уже выкупать никаких облигаций на вторичном рынке. Я думаю, что он предоставит доступ к деньгам ЕЦБ для ЕСМ и ЕФСФ. Напрямую, да? Ну, собственно, об этом тоже. Да. И уже ЕСМ будет заниматься операциями на вторичном рынке. ЕЦБ будет предоставлять, скорее всего, неограниченный, да, безлимитный доступ к деньгам. И вот это, видимо, та конструкция, которая может быть работоспособной. Но при такой конструкции нужно обязательно, чтобы политики строго следовали программам сокращения расходов. Иначе вся эта конструкция накроется просто полностью. Ну, а у политиков, Станислав, у них есть для этого воля какая-то или что нужно для политикам? Я думаю, что она у них сокращается со временем, потому что избиратели, увы, не понимают всех этих замыслов. Им все тяжелее и тяжелее приходится. Вот буквально от них министр экономики Италии сказал, что у них не получается, увы, соответствовать всем этим требованиям. И у них дефицит будет в бюджете гораздо выше первоначальных прогнозов. Про Испанию там тоже недавно все. — Сегодня мне попалось в средствах массовой информации что-то связанное с Грецией, что они тоже просят вроде уже. — Дополнительные два года. — Да-да-да, потому что не укладываются. — Поэтому, кстати, я бы даже не столько смотрел, может быть, на баланс ЕЦБ и Федрезервы. Очень сложно понять, по каким причинам вообще человек может захотеть покупать евро. Вот что может заставить вас захотеть покупать евро? — Единственный предлог, который можно как-то выдумать в этой связи, это инвестиции в испанские, может быть, итальянские облигации, где есть еще какая-то доходность. — Я прошу прощения, Николя, о каком человеке идет речь? — Любой инвестор. — Для того, чтобы был спрос на валюту, для того, чтобы валюта дорожала, да, нужно, чтобы потом человек с этой валютой что-то мог сделать. Валюту не покупают никогда просто для того, чтобы ее дома там под подушку положить. Дальше ее нужно как-то применить, куда-то инвестировать. Покупать германские облигации, немецкие облигации. — С отрицательной доходностью. — С отрицательной доходностью. Покупать испанские и итальянские пока нет вот этой единой целостной конструкции с политиков, ESM, EFSF и Центробанком, тоже неразумно. И, собственно, из-за этого, пока все эти истории мы слышим, обсуждаем, не знаю, даже при печатающем Федрезерве мне сложно понять, как будет расти евро. — На чем, да? — Ну, даже если еще и посмотреть на текущий счет, то экспорт там тоже не ахти сейчас из Европы. И даже поэтому тоже причине тоже трудно сказать, что евро с текущих уровней сильно вырастет. — Ну, то есть, если возвращаться непосредственно к рынку валютному, да, к Форексу, я имею в виду, вот евро-доллар, сейчас стоит 1,20... Кстати, продолжил несколько снижений, уже 22,60. Вот текущая котировка 1,22,60, да? Если спекулянты нас слушают, они говорят, ну и что делать теперь? — Продавать. — Прямо вот по текущей взять и в шорт сать. — Ну, я думаю, что сегодня-завтра 1,22 будет уже, вот, а там уже будет зависеть, пробиваем этот уровень, 1,20 будет. Вот, и уже дальше уже будем смотреть, может быть, 1,20 пройдем. — Очень летняя торговля, я бы спекулянтам советовал отправиться в отпуск и до Бена Бернанки активно особенно не торговать. — По крайней мере, в паре евро... — Некоторые вернулись уже из отпуска, понимаешь? — В паре евро-доллар, да. — Ладошки чешутся. — Конечно, она тяготеет вниз, пока есть вот эти проблемы, и пока есть вся эта неопределенность в Европе, как я говорю, нет смысла покупать евро. Но все-таки очень тонкий рынок, очень смешанные потоки, и адекватно спрогнозировать там движение на полфигуры вверх, полфигуры... — Ну, я думаю, да, 50 пунктов нас не так интересует, но мы все-таки пытаемся какие-то... — Справедливую оценку, мне кажется, нужно где-то обозначить на уровне 1,18 при текущей диспозиции на рынке. 1,18, 1,19. — Причем это минимумы, какого там, 10-го года у нас, по-моему, да, 11-го года? — Многолетние, да. — Это как раз после первой волны европейского кризиса уровни были протестированы в этом районе. И ситуация на рынке ставок, ситуация на долговых рынках, на CDS рынках, на каких угодно, да, там, долговых производных и долговых инструментах, все говорит о том, что стоимость евро должна быть ниже. Конечно, есть бенбернанки, конечно, есть прочие факторы, и это очень важно, но вот если абстрагироваться, да, и вот трезво оценить, то все-таки 1,18, мне кажется, нормальным таким адекватным уровнем. — Данислав. — Ну, я согласен с мнением Николая. Тут еще можно вспомнить радикальное решение в Марио Драге снизить ставку по депозитам, которые сократили процент дифференциала, и, соответственно, действительно, то, что может спасать евро, только то, что опасение, то, что ФРС будет первым, а не ЕЦБ. Вот, а потом, когда уже эта карта будет разыграна, тогда, я думаю, что фундаментальные факторы начнут превалировать, и в этом случае тогда евро может не поздоровиться. Но я на прошлой передаче вам озвучил свой прогноз, я в евро не верю. — Ну, если не сложно, напомни, на прошлой передаче ты какой-то глобальный прогноз, да? — Ну, я сказал, что 1,24 не превысят, и 1,20, я думаю, что в ближайшее время будет. — Ну, так оно и получилось. — Ну, да. — Я напоминаю, уважаемые слушатели, это Слинсав Савинов, аналитик курса капитал. — Нужно отдать должное. — Нужно отдать должное. — Спасибо. Хорошо. Я поймаю на слове, Николай, если позволишь, да? Евро-доллар сейчас не особенно рекомендую, ну, в качестве инструмента для спекуляций валютных. А что можно было бы, на чем сейчас хотя бы можно было, до выступления господина Вернанкина? — На вот этом рынке, мне кажется, нужно вообще действовать очень-очень аккуратно. Вообще, в последнее время фондовый, любой рынок резко может изменяться в настроениях от дня ко дню, да? Если очень хочется поспекулировать, можно попытаться поиграть и в евро. Нужно определиться со стратегией. — Еще раз прослушаю, я... — Если очень хочется поспекулировать, можно попробовать сделать это и в евро. Я бы искал более адекватные истории, связанные с какой-то дислокацией на рынках, ни больше, ни меньше. То есть тонкая ликвидность всегда приводит к тому, что есть какой-то разрыв. Там вот что-то двинулось в одну сторону, а здесь в другую, а так не должно быть. С этой точки зрения, это есть новозеландский доллар, который недооценен против американского и против большинства других валют. С точки зрения ставок, новозеландец к обычному доллару американскому, по-моему, сейчас где-то чуть выше 0,8, да? Там 0,82-0,83 хорошая цель, краткосрочная, если хочется поиграть. Странные движения в иене, вообще не лез бы в эту валюту, но есть все-таки технически чисто. — Ты имеешь в виду, в иене против доллара или в кроссов? — Доллар и иена, да. Попытка протестировать еще раз 80, но с этим нужно быть крайне аккуратным. Потому что фундаментально иена обрела очень серьезную силу, и пытаться играть с ней в обычный керри-трейд я бы не стал. Депозитная ставка нуле в Европе, ставка нуле в Соединенных Штатах. — Какой трейд здесь такой, да, с такими ставками какой-то? — Ну, кто-то может вспомнить старинные пары, типа австралийский доллар к иене, которые когда-то там до кризиса очень долго росли, потому что был дифференциал доходностей. Теперь иена не нужна в этом качестве. И занимать в ней больше уже никто в таких объемах не будет. Ну, краткосрочно, если хочется, повторяю, можно попробовать там доллар к иене. — Коля, извини, пожалуйста, в этом качестве иена не нужна. Но какие качества она за собой сохраняет по-прежнему? Валюта убежища, она... — Я думаю, что да, в качестве валюты убежища она вполне может использоваться. Главное качество, которое приобрела иена, это альтернативная валюта инвестирования. Когда никто не хочет вкладывать в европейский долг, когда никто не хочет вкладывать в американский долг. Ну, никто — это неправильная формулировка. В части Штатов все-таки желающих очень много, и аукционы проходят неплохо, но есть все равно потребность диверсификации глобальных фондов. И иена, и долг, номинированный в этой валюте, он, в принципе, выступает очень неплохой альтернативой и для китайцев, и для Тайваня, и так далее, и так далее. Для тех, кому нужно просто сберечь средства, а не попытаться получить большую доходность. — То есть здесь мы говорим о том, что она сохранила, да, вот это свойство убежища, да, свойство... — Я бы продолжу эту мысль. Мне кажется, что иена будет еще выглядеть сильнее из-за того, что много капитала у японских корпораций, процесс делеверджинга продолжается, они просто будут постепенно репатриировать все свои средства. — Хорошо, а Банк Японии со своими вербальными интервенциями, неужели он не вмешается в этом случае? — Ну, я думаю, что против такой волны тяжело будет. — По-моему, он уже просто отступил. Он понял, какая это лавина. От Банка Японии уже полгода, как минимум, ждут каких-нибудь действий, масштабного количественного смягчения, интервенции на валютном рынке совместно с Минфином, чего-нибудь. Была какая-то программа, ну, крохотная по японским меркам на 10 триллионов йен, и все. По-моему, этим они и отделались, а дальше просто дают понять, что они намерены вмешиваться в естественный ход вещей. — То есть в этом случае все-таки мы говорим о том, что йены, да? — Ну, относительно устойчивые других валют будут. И мне кажется, еще австралийский доллар переоценен на данный момент. — Терриоценен? — Да. Думаю, что... Ну, просто можно вспомнить то, что у Австралии крупнейший торговый партнер — Китай, а Китай сейчас резко тормозит. А австралийский доллар в этом отношении выглядит довольно-таки устойчивым, что поразительно тоже. — То есть в этом случае, да, у него есть запас для падения? — Да. Я думаю, что вот как раз вот эта волна сейчас спадет, аппетитов к риску, и, соответственно... — Спасибо. Давайте продолжим после новостей. — Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о валютном рынке, торговые идеи и прогнозы. Тема сегодняшней программы. Я напоминаю, сегодня в гостях Станислав Савинов, аналитик курса «Капитал» и Николай Корженевский, глава аналитического подразделения «Эйфорекс». Телефоны в студию, по которой вы можете задать свои вопросы моим гостям. 6510-99,6. Наш сайт финам.ФМ. Пишите, звоните. Мы вам с удовольствием на все вопросы ответим. Продолжаем разговор. Вот мы затронули темы сырьевых валют. Они, в частности, Николай и Станислав, я так понимаю, мнения сошлись. Они не в качестве альтернативы, а они хотя бы интереснее сейчас, нежели традиционные мажоры, так называемые. Сейчас продолжай. Но все это объясняется тем, что ведущие валюты, опять же, возвращаясь к тезису, они соревнуются между собой в центральном банке, кто будет быстрее печатать. А валютные сырьевые валюты, они таким свойством не обладают, поэтому там больше волатильность, они больше интересны спекулянтам. В таком случае, от чего зависит курс сырьевой валюты, хотя понятно уже слово сырьевая. И если спекулянт смотрит в эту сторону, то на что им ориентироваться, прежде всего? Сигналы где? На отношение инвесторов к риску, в первую очередь. Это вот австралийс, новозеландец, да? Ну да. Ну и там другие индикаторы тоже. Мне кажется, все-таки глобально это действительно одни из самых интересных историй. И дело в том, что нужно куда-то инвестировать, и деньги будут приходить в какие-то альтернативные активы. Австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар, российский рубль. Все это неизбежно придется покупать, как только начнут печатать деньги. А вопрос печати денег, он все-таки, хотя и не на повестке дня сегодня, но он определенно с него не снят навсегда. Когда-то к этому придется вернуться. Спасибо. Коля, смотри, очень понравился ряд этот австралиец, новозеландец, канадец и рубль. Вот о рубле, наверное, в ближайшие несколько минут обязательно начнем разговор. У нас есть звонок, давайте послушаем и ответим на вопрос нашего слушателя. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, спрашивайте. Олег, здравствуйте, у меня зовут Сергей из Москвы. Вопрос к вашим гостям по поводу поведения, ну прогноз вообще по поводу швейцарского франка. Очень интересно. Так, замечательно, мы как раз вне эфира эту тему упомянули. Спасибо, Сергей. Собственно, франк в целом или какая-то конкретная пара валютная вас интересует? Нет, меня интересует франк в целом, честно скажу, что меня это интересует только потому, что у меня ипотечный кредит во франках. Я надеюсь, в Швейцарии вы взяли недвижимость? Нет, нет, нет. Я понял. Хорошо, Сергей, спасибо, спасибо за вопрос. Коль, ну вот видишь как, да, на ловца и зверь бежишь, что называется, давай о франке поговорим и потом, чтобы не забыл, да, вот эта история с еврофранком, она очень интересна. Ну, франк это сложная валюта, краткосрочно, ну скажем, в перспективе полгода я верю в силы Национального банка Швейцарии безо всяких вопросов. То есть еще три месяца, шесть месяцев в привязку к 1-2 они смогут продержать совершенно точно, что бы ни происходило и как бы это ни происходило. Фундаментально франк действительно катастрофически переоценен, слишком дорог, с точки зрения фундаментальной. Если мы в нее все-таки включаем в эту картину еще финансовые потоки, ситуацию в Европе, франк как альтернатива евро, основная, прочее, 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 можно прийти вообще к любым выводам. Мои коллеги говорят о том, что, например, доллар франк рано или поздно принудительно будет стоить 0,5, да, то есть в два раза ниже, чем сейчас. Франк будет намного дороже и в этом случае, конечно, ипотечный кредит окажется тоже несколько больше, чем планировалось. Но я все-таки склоняюсь к тому, что монетарные власти Швейцарии знают, что они делают. Они действительно очень агрессивно расширяют баланс, очень много печатают средств, а им это сложно делать. У них другая структура рынков, это не Федрезерв и даже не ЕЦБ. Я думаю, что франк все-таки сейчас останется вот где-то в районе 1,2, но в конечном итоге против евро он должен упасть. Я со своими коллегами, о мнении которых я сейчас говорил, все-таки скорее не согласен, если говорить о том, что я думаю, то все-таки евро, франк как инструмент скорее сейчас должна стоить 1,3, 1,35, а не 1,2. С точки зрения объема ликвидности, доступной с точки зрения ставок, нужно не забывать, что ставки в Швейцарии ниже, чем ставки в Германии, уж тем более в любой другой стране Европы. Они отрицательные, глубоко отрицательные. Ликвидности очень много и рано или поздно, как только вот этот ажиотажный страх уйдет, инвесторы поймут, что они держат валюту, которая слишком великого предложения. Дорога слишком, да? Да. Ну, если говорить непосредственно о нашем слушателе, видишь, ну, проблема не проблема, да, у нее есть конкретные истории, связанные с ипотечным кредитом во франках, ну... Ну, тут надо было понять еще на сколько лет, да, как это все инвестировано, как это все обстоит. Тут нужно еще говорить о франке рублей, а франке рублей на 3 года я просто не готов сейчас что-то там как-то рассуждать. Я понял. Хорошо. Станислав, есть что добавить по франку? Ну, просто, наверное, стоит подумать о рефинансировании. Рефинансировать в другую валюте. Да, в той валюте, в которой он получает доходы. Сережа, ну, вот это к вам сейчас апеллируют мои гости, действительно. Ну, если позволите, занятно это, да, забавно, занятно, странно, почему именно ипотеку вы бы взяли во франках? Ставка очень низкая, это на самом деле разумное решение. Более того, если бы это было потрачено, если бы были доходы во франках, да, если бы еще покупалась недвижимость в Фейцарии, мне кажется, это одна из самых лучших сделок вообще, которые можно было бы сейчас придумать. Вот пока кризис, пока... На ипотечном рынке, да? Да, конечно, потому что как только все это дело несколько утихнет, а кризисы рано или поздно в любом случае так или иначе будут разрешены, эти деньги в швейцарские франки будут искать себе применение. И они будут искать его, естественно, в Швейцарии, и, естественно, скорее всего, на рынке недвижимости в первую очередь. И мне кажется, там перспективы очень хорошие. Но мы все-таки сейчас о несколько другой ситуации говорим, да, у человека рублевые доходы, скорее всего, и... Ну, то есть его привлек франк только потому, что наш нижний... Конечно, я думаю, что под 6% годовых можно было взять потеку в этой валюте. Ну, ты согласен со Стасом, что лучше рефинансироваться сейчас в рубль по текущему? Нет, наверное, не согласен. Наверное, я бы все-таки ждал какого-то дальнейшего развития европейского кризиса. Раз уж взяли кредит, нужно теперь, так сказать, нести ответственность за этот шаг. И велика вероятность, что франк упадет процент на 10-15, это означает, что основная сумма кредита эффективно в рублях окажется меньше на 10-15%. Ну, то есть, Сереж, если вы нас слушаете, все-таки, да, с точки зрения моих гостей, ваш потечный кредит... Что о нем можно сказать? Ваш потечный кредит, он надежен, да, надежен. О франках он надежен. Ну, сложно, видите, мы, наверное, разошлись во мнениях, да. Во-первых, разошлись, мы не знаем деталей, да. Ну, тем не менее, видите, вот, мои гости сошлись, по крайней мере, мнением о том, что франк достаточно надежная валюта. Это был ответ на вопрос Сергея. А теперь, Коля, я тебя хочу попросить вот рассказать о еврофранке. Это интересная история, да. Я напомню слушателям, значит, Банк Швейцарии 7 сентября прошлого года провел масштабную валютную интервенцию. И в данном случае привязал стоимость еврофранка, курс еврофранка жестко 1,20. И с тех пор просто вот на загляденье, на зависть всем другим центральным банкам, я так понимаю, держит этот курс, держит. Если посмотреть на график, да. Если посмотреть на график, он, конечно, очень впечатляющий, потому что ниже практически, да, на 5-10 пунктов пару раз он заходил и все. Ну, действительно, верхний предел держится очень эффективно. Центральный банк, по слухам, продает евро, как только евро начинает расти. То есть это действительно эффективно привязка. Формально это не привязка, а просто потолок по франку. Мне кажется, что здесь очень интересно либо покупать волатильность, если есть такая возможность, да, через опционы. Очень интересно. Либо просто держать длинную позицию в еврофранке с положительным кэрри, да, с положительным дефициталом доходности. Получать доход от того, что вы просто стоите в этой позиции. И, как я говорил, верю абсолютно в силы швейцарского банка на 3-6 месяцев однозначно. Уже несколько раз бывали случаи, когда котировки уходили на 1,21. Если достаточно большое плечо, это уже с точки зрения спекулянта неплохое движение. С учетом того, что вероятность потерь, ну, просто близко к нулю. Именно в этом, да, с этой точки зрения, да, я помню, неоднократно на протяжении этого года вот озвучивались торговые рекомендации, да, что длинная позиция где-то в районе 1,20. С не такими большими стопами, а с ожиданием того, что ситуация может, ну, если не кардинально, то сильно измениться в лучшую сторону. Станислав. Я не готов в этом отношении что-то сказать. Ну, хорошо. Тем не менее, да, вот это интересная история. Спасибо, Коль. У нас есть еще один вопрос. Денис из Москвы, наш постоянный слушатель. Как вы относитесь к валютам Украины и Белоруссии? Ставки по депозитам в этих странах зашкаливают, а ничего хуже с ними уже не случится. Так, может, попробовать какой-нибудь аналог к Эритрейд, Коля? С Белоруссией не играл бы, в принципе, я слишком хорошо знаю эту страну. Если есть желание, да, действительно, там ставки депозитные начинаются от 30% в самых надежных банках. Можно найти 50% в белорусских рублях. Делать однозначно краткосрочные депозиты, никаких вложений там на длинные сроки. Это все-таки страна господина Лукашенко. И как вы будете забирать? Там есть ситуация, когда вы приходите в обменный пункт, пытаетесь обменять ваши белорусские рубли на какие-нибудь нормальные деньги, а вы просто не можете это физически сделать. Что вы будете делать с рублями в Москве, никому не понятно. По поводу гривны я даже не соглашусь, что не может быть хуже. Я ожидаю девальвации гривны где-нибудь, ну, может, если не к концу этого года, то в первом квартале следующего года. И я бы искал все способы поиграть именно на этом. И никаких депозитов в гривне я бы не держал. То есть именно наличную гривну, да? Да. Ну, есть способы даже в таких сложных условиях все-таки поспекулировать. Столик экзотические валюты тоже не отслеживаю. Не рассматривая, да? Да. Но я думаю, что да, лучше туда не отсылаться. Хорошо. Значит, Денис, вот этот ответ на ваш вопрос. Ну и некоторое время осталось еще в третьей части нашей программы. Давайте обратимся к отечественной валюте, к родимому рублю. Что будет с ним? Будет с ним. Ну, давайте так, даже не гипотетически, очевидно, да, что курс родимой валюты будет, ну, будет и зависит напрямую и от стоимости сырья, да, и развития кризисов за пределами России, да. Ну и третьим, наверное, в последней очередь, вот каких-то событий в российской экономике. Коль, как ты видишь рубль вообще? Мне нравится рубль. Тебе нравится рубль? Это патриотическое заявление, Станислав. Да, я бы сейчас получу обвинение в непатриотизме. Хорошо, я снимаю тогда. Просто мне нравится рубль. Как спекулянту? Мне кажется, что рубль сейчас, ну, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев сформировал максимум свой, вот, и в ближайшее время он ослабнет. Ну, грубо, 30,50, вот это максимум. Да, и вернется там 33 рубля туда. В ближайшее время это до? Ну, осень, вот, такой горизонт. А можно я задам вопрос, почему вы ожидаете снижения? Потому что я считаю, что цены на нефть тоже сформировали свой максимум. Ну, в этом, конечно, вот с этим сложно спорить, да, все целиком и полностью зависит от того, как вы смотрите на сырьевые рынки, на общее развитие вещей. Если Бен Бернанка разочарует, если действительно нет количественного смягчения, если начинаются продажи на сырьевых активах, да, конечно, и рубль вместе с нефтью, да, идут вниз. Можно на этом поспекулировать, безусловно, это будет хорошее движение. Центральный банк наш теперь позволяет, благо, заниматься такими вещами. Я бы все-таки в конечном итоге все равно покупал бы рубль и хорошее средство на депозиты в рублях в конечном итоге и ставил бы на укрепление рубля, если вдруг он начнет падать снова. А, понятно. Ну, то есть, противоположные у нас, да, с точки зрения. Значит, по 31.50 ты продаешь рубль против доллара, да, а ты дожидаешься, соответственно, какого-то движения в район 33 и рубль откупаешь. Ну, а у него есть вообще потенциал укрепиться больше, чем 31.50? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Я считаю, что к концу года мы, скорее всего, вернемся к отметке в 30. Это может произойти очень быстро и может действительно большую часть осени мы проведем вот на текущих уровнях 32, там, да, плюс-минус. И все равно, как только появятся намеки четкие на количественное смягчение либо в Европе, либо в Штатах, либо и там, и там, очень быстро рубль сможет установить позиции. Все худшее для рубля, мне кажется, позади. Вот локальные истории, да, российские, которые могли серьезно негативно влиять на валюту, они большей частью позади. Политический цикл вошел в более благоприятную стадию однозначно. Отток капитала прекратился, не сменился притоком, но здесь очень интересно, что причина, а что следствие. Многие компании, с которыми я общаюсь, говорят о том, что не хотят возвращать деньги в страну, потому что не знают, что будет с рублем. А рубль не растет, потому что не хотят возвращать деньги в страну. Да, это замечательно. Вот. Поэтому, ну, тут все равно я не вижу вот такого сильного дальнейшего. Николай, давай послушаем новость, а потом продолжим. Конечно. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.фм. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о валютном рынке. Напомню, в гостях сегодня Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал и Николай Корженевский, глава аналитического подразделения и Форекс. Рубль, на мой взгляд, сейчас. Я сформировал локальный максимум в связи с тем, что как раз и цены на нефть также близки к своему локальному максимуму. Также разделяет точку зрения Николая о том, что с количеством смещений цены на нефть действительно будут выше. Они обладают поддержкой. Но я считаю, что до конца года со стороны Европы там будут большие разногласия. Не удастся прийти к какому-то единому решению. И там единственное, что мне кажется, сейчас как раз подстраховка идет через фонды ЕФСФ, что у них будут кредитные линии банков. Они, по крайней мере, будут поддерживать рынок облигаций. Но это не ЕЦБ. А наделение ЕФСФ банковской лицензии будет отложено по причине оппозиции Германии. И там еще неизвестно, как политики смогут прийти к этому союзу. И все это в конечном итоге отразится на... А на отношениях инвесторов к риску, то, что будет отложен запуск печатного станка, и ФРС тоже не будет спешить с этим. И в этом случае все эти надежды, которые сейчас поддерживают финансовые рынки, они улетучатся и будет обратная волна. То есть риск будут продавать и... Риск будут продавать, цены нефти опустятся к 105 долларам. Доллар будет падать, рубль будет падать. И, соответственно, доллар укрепится, рубль ослабнет. Я понял. А в долгосрочной перспективе вполне возможно, что за счет рынка энергоносителей, за счет того, что он будет поддерживаться новой ликвидностью, соответственно... Да, Коль. Я соглашусь, на самом деле, с такой формулировкой однозначно. То есть краткосрочных рисков очень много, и они очень велики. С учетом нашей бюджетной ситуации, действительно, рубль на 32-33 это некая адекватная оцененность при всех-всех данных. Но есть политика центрального нашего банка, есть достаточно высокая доходность. Как только появится большее предложение валют, доллара и евро, это автоматически должно привести к переоценке всех прочих инструментов. Я понял. Спасибо. Значит, мы сейчас говорили о притоке оттоки капитала. Станислав, извини, у нас есть просто телефонный звонок. Давайте послушаем, ответим на вопрос нашего слушателя. Добрый вечер. Вы в эфире. Задавайте вопрос. Алло, добрый вечер. Владимир, Москва. Скажите, пожалуйста, если, ну, торгую на фьючерсе, пятисотом S&P, есть ли возможность, ну, внутри дня хеджировать как-то позиции, может быть, какой-то валютной парой на Форексе? Ну, примерно, там, понятно, что стотое плечо здесь на фьючерсе, там, восьмое плечо, четвертое, я же не помню. Ну, на Форексе у вас максимальные соты, вы можете выбрать, собственно. Ну, там, да-да-да, можно как-то выбрать, и просто понятно, что евро-доллар сейчас вообще, как бы, ну, вот, что-то вы можете посоветовать? Простите, а что вы подразумеваете по словам хеджировать в данной ситуации? Ну, ты открывай позицию, допустим, на шорт, да, по фьючерсу, пятисотому, и что-то открыть в лонг или, там, по паре, там, какой-нибудь валютный. Что, если пойдет фьючер, там, против меня, то пара какая-нибудь валютная. Ну, если не пара, то тогда... Ну, понятно, понятно, да. Ну, что можно, да, золото вместе с фьючером ходит, да, невозможно его там... Ну, и оно в три раза быстрее ходит. Вот такой вопрос. Хорошо, ваш вопрос понятен, спасибо. Я думаю, это добавление риска дополнительного. Я думаю, что... Не стоит этого делать. Да, валюты ротных сюда не нужно привязывать. В принципе, есть такие истории, есть такие стратегии, нужно четко определить количественную модель, которой вы будете пользоваться. Логика есть, вы можете, ну, как бы, есть идея, да, за всей этой стратегией. Дело в том, что индекс S&P долларовый, да, пара евро-доллар, соответственно, тоже долларовая. То есть, самое простое, да, если S&P растет, доллар падает. Доллар падает, да, евро-доллар падает и так далее. Да, если S&P падает, доллар растет, значит, евро-доллар надо продавать. Но мне не очень понятно, вот, все-таки вот эта вот попытка хеджирования, что с чем хеджировать и как хеджировать. Здесь, скорее, нужно посмотреть на опционы просто, вот, и попытаться там что-то сконструировать. Четкая корреляция не прослеживается, она варьируется, и тут, действительно, количественно, как-то сложно будет это придумать. И, действительно, лучше воспользоваться опционом. Вот таким образом, Владимир, да, ответ наших гостей, собственно, ну, я думаю, что если вы на форте торгуете, да, фьючерс, опцион, я думаю, эти инструменты вам более-менее знакомы, вот, попытайтесь тогда, наверное, посмотреть, посмотреть на эти инструменты. Денис из Москвы, еще один вопрос. Насколько вероятно, что фондовый рынок России может вырасти в годовой перспективе на 50% или рухнуть на 50%? Хороший вопрос. Нет, Денис у нас затейник, да, поэтому... А почему на 50%? Потому что на 100% сразу. Ну, давайте так, я все-таки, бог с ним, с 50%. Сегодня анекдот старый этот вспоминали, помните, да? Ну, избитый анекдот, ну, я напомню. Спрашивает у математика, какова вероятность, сейчас выйду на улицу, встречу Мерлин Монро. Тот читает, читает, там что-то одна, там, миллионы тысячные есть, вот, доля вероятности. И спрашивает у трейдера, а ты как думаешь, какова вероятность? Он говорит, 50 на 50%. Либо встретишь, либо не встретишь. Смотри, как день пройдет. Да-да-да, либо вверх, либо вниз, это нормально. Ну, так вот, я перефразирую, Денис, если позволишь, чтобы вопрос, насколько вероятно, что фондовый рынок России вырастет в годовой перспективе почему-то, либо упадет, насколько вероятно? Хороший вопрос, давай, 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 в годовой перспективе, я думаю, что вероятность этого не очень велика, потому что в рынке на 50%, только если будет количество уменьшения, там, да, вот, вероятность, ну, полугодовой перспективе, по крайней мере, я этого не вижу. В полугодовой, то есть до конца года. Сложно ответить. Процесс, стимулирование, завершать стимулирование, деньги начинают пропадать там, где они должны были быть потеряны, снова стимулировать, снова пропадать. Но в годовой перспективе или в полугодовой даже перспективе я бы, скорее, позитивно смотрел на рынок, но понимая, что рисков очень-очень много и волатильность может быть крайне высокой. Поэтому трейдерское искусство здесь должно, безусловно, присутствовать в очень высокой степени. А то, что я позитивно смотрел бы на рынок в целом, отнюдь не означает, что он не может упасть даже на те же 50%. Если разочаруют Бен Бернанки, если на это параллельно наложится выход Греции из Евросоюза, и если параллельно в сентябре, например, немецкий, Конституционный суд не ратифицирует все программы ЕСМ, ЕФСР, ну... Вот вам и причина. Вот вам и причина, да, движение в другую сторону. То есть здесь надо понимать, насколько я представляю, что причина и для роста, и для падения есть. Мы сейчас вот оцениваем ситуацию, мы говорим, да, ожидаем таких-то событий. Но есть необычайная неопределенность. Да, да, именно поэтому, потому что есть причина и для одного, и для другого. Соответственно, есть на текущий момент необычайная неопределенность. То есть, видимо, я соглашусь в очередной раз, да, с Николаем, что надо, а, тем, кто не так близко к профессиональному трейдингу, надо воздержаться все-таки от активных действий каких-то, да? Ну, а трейдер с большой буквы Т, вот, здесь вот все его мастерство, конечно, должно быть. Вполне вероятно. На самом деле, вот, я скажу, что это субъективная позиция, да, потом кто-то может, ну, с ней совершенно необязательно соглашаться. Но слишком много опасений, страхов, рисков уже, мне кажется, включены в стоимость. Слишком много. Когда рынок был на 1200, помним, что, на самом деле, в тот момент практически вышла Греция из состава Евросоюза. На самом деле, вот эти выборы, когда, ну, буквально в считанных днях была Греция от выхода, рынок дисконтировал это практически полностью. Это май этого года, да, у нас? Да, когда у нас были выборы, вот, когда второй раунд, да, в котором вроде бы крайне левые могли даже победить. Очень много было опасений тогда. Было разочарование по поводу количественного смягчения в моменте тогда. Все равно где-то в районе 1200 по российским индексам мы остановились. Ну, если будет паника, ну, может быть, будет 1000. Но с учетом всего, всего того объема денег, который был напечатан за последние 4 года, в отметке, который мы видели в 2008 году, я, в принципе, уже не верю. Прямо ты уже, да? Да. Согласен про объем ликвидности, про то, что действительно падать уже дальше некуда. Но просто нужно понимать, что рынок иррациональный существует, и что эта иррациональность может зашкаливать. А вы можете по-другому оценивать эту шкалу. Вот, и, естественно, в локальном, может быть, действительно, очень резкие проливы. И вот все деньги, которые сейчас в облигациях, если они в рынке акций перейдут, то тут будет ралли на десятки процентов. И у нас тогда, я не знаю, удвоится, может быть, вполне. Так что просто нужно дождаться этого момента. Когда он наступит, это вот, увы, мы не можем сказать. Это уже вопрос к Ангеле Меркель. Да, да, да. Это вопрос к Бундестаг. Хорошо. Я вернусь к разговору о рубле все-таки, да, коллеги? Да, и про рубль я еще хотел бы сказать, что у нас по капитальному счету может быть действительно серьезный приток. Сейчас все доходности таких традиционных активов, они не удовлетворяют фонды. Обязательства у них совершенно другие. И вот новация допуска расчетных систем иностранных на российский рынок облигаций, это действительно то, что позволит рублю вполне возможно укрепиться при нейтральном новостном потоке. Потому что у нас доходности положительные, реальные. Вот, спреды между российскими облигациями и еврооблигациями, которые в рублях были выпущены, тоже довольно интересные. Вот, и в целом корпоративный сектор дает такие доходности, которые в Европе, только если какие-то дистресс-банды будут, только в этом случае они получат. В Европе только снились. Да, и вот это на самом деле ведь очень важный момент. Мы очень много говорим о том, что приватизация не идет или идет не в ту сторону, еще что-то. Но потихоньку происходит либерализация долгового рынка, очень важная. Через евроклир можно будет торговать российскими облигациями. По крайней мере уже с очень высокой вероятностью ОФЗ, уже начиная с сентября. Иностранные инвесторы очень хотят их покупать, но они не имели технической возможности это делать. Они зарегулированы всякими обходными каналами, через репой и прочее. Они не могли этого делать. Это один из факторов, который может привлечь тот самый капитал. Да, да, да. И кроме того, политика нашего центрального банка, мне кажется, очень и очень здравая, очень здравая. Я думаю, они продолжат нормализацию процентных ставок. Все обсуждают, что будет делать центральный банк, повышать, понижать. Они, скорее всего, будут дальше сужать коридор процентных ставок, понижать рефинансирование, повышать депозитную. Вместе с повышением депозитной ставки опять же будет появляться дополнительная поддержка для рубля. Это тоже некий фактор, который, мне кажется, очень важным, и его, наверное, не следует забывать. Да, безусловно. Денис, не успокоится никак. Я вам скажу, откуда вопрос про колебания в 50%. Потому что депозит в рублях 8%, ну, я так понимаю, какую-то среднюю взял, да, ставочку. А я хочу вложить на год в фондовый рынок и подождать, зафиксировав прибыль процентов через 20-30. Что-то не помню, только зафиксировав прибыль процентов через 20-30. Немножко я не понял этого, но... Ну, хочет человек получить рост на 20-30%, а у альтернативы его депозит. Вот он и хочет понять. Вырастет он, наверное, на 50% или не вырастет? Если бы мы ему сказали, что падение больше, чем на 8% невозможно, он бы был очень рад. Он бы однозначно пошел на фондовый рынок. Ну, по крайней мере, в этом была бы логика, потому что, да, понятно, риск-прибыль здесь уже так... Соотношение такое невообразимое. Денис, пирамидитесь. Нет, тут можно посоветовать, чтобы он распределял свой депозит, постепенно входя в рынок на различных уровнях. Вот, и горизонт увеличить тогда в этом случае. Он получит больше, чем депозит. То есть ты имеешь в виду, все-таки мы рассматриваем инструменты фондового рынка, да? Банковский депозит мы ему не советуем. Конечно, если мы смотрим на перспективу больше, чем один год, фондовый рынок, конечно же, можно рассматривать. Вот, Денис, вот это ответ тебе профессионалов, собственно, но... Да, депозит в рублях с скромной доходностью, а... И Николай, на самом деле, и Станислав об этом же говорит, да, то есть некая пирамида, то есть постепенный заход в рынок. Вот это, собственно, то, что, видимо, тебе может принести пресловутые 50%, ну, как минимум 20-30% за год точно. Хорошо. Итак, уважаемые слушатели, уважаемые мои гости, давайте мы будем сейчас резюмировать, что же в сухом остатке. Мы сегодня говорим о валютном рынке, мы озвучивали, я думаю, так достаточно успешно, и торговые идеи, и говорили о прогнозах. То есть в ближайшей перспективе, насколько я понимаю, мы пристально смотрим с вами за тем, что происходит на финансовых рынках. Основные два акцента, Федрезерв и Европейский Центральный Банк, кто первый включит 50-й станок, ну, в кавычках я это ставлю, да? И именно от этого будет зависеть, да, насколько инвестор будет склонен к риску. Если он этот риск с удовольствием будет покупать, то тогда и рубль мы увидим укрепляющимся, да? Если риск продается, то тогда мы наблюдаем с вами противоположную историю. Я напоминаю, в гостях у меня Станислав Савентов, аналитик курса капитала, Николай Корженевский, глава аналитического подразделения A4X. A4X. Огромное спасибо коллеге, уважаемые слушатели, всего доброго, спасибо за внимание, успехов на рынках, счастливо.